проектирование если вы отдаете кому-то проектировать свою систему отопления с чем вы можете здесь столкнуться ну во первых некомпетентность обычно вот на такие проекты сажают девочек после института постоянно приходится делать какие-то изменения либо жить у проектировщиков в принципе никто кроме вас самих не знает где и что поставить вы из самого проектировщика на место то есть на ваш дом на место строительства это очень редкая услуга так скажем которая не всегда оказывается ну и хочу привести пример из жизни когда вот я столкнулся делал один объект был проект на руках все одно там единственно что был водопровод а не система отопления вот это по одному проекту то есть прям в проекте я дословно рассказывал что там было написано проложить пластиковую трубу диаметром 20 миллиметров и покрасить два слоя масляной краской ну сами понимаете да зачем пластик красить масляной краской это вот компетентность таких вот проектировщиков второй момент из жизни опять же был уже немножко другой объект там система отопления то есть я посмотрел проект и заказчику сказал что эта система отопления работать не будет он как почему вот проектировщики делали игру пожалуйста я могу сделать эту систему отопление ну гарантии и сразу не даю что она работает нибудьчим потом камни никак претензий не было а претензий были к проектировщику хочешь давай будем делать но он все-таки послушал моих слов мы поехали к проектировщику я сам нарисовал от руки систему отопления который должна работать и просто девочка проектировщик который делал этот проект по моим чертежам по моим эскизам переделала проектов все мы делали то есть всегда надо контролировать еще и проектировщиков второй момент с которым вы можете здесь столкнуться это перестраховка в расчетах то есть они проектировщик практически каждый чтобы снять себя от ВИСОС они перестраховываются и завышают как минимум в два раза это и завышенный диаметр это и увеличенное количество трубы и естественно количество радиаторов потому что опять же говорю что расчеты тепловых потерь редко кто делает из проектировщиков да пишут что они делают но в итоге когда их начинаешь перепроверять вот не знаю делаете вы это или нет перепроверять я вижу что завышенные именно расчеты тепловых потерь отсюда естественно и расход материалов идет ну и третий момент это конечно стоимость самих услуг довольно астрономической вот для примера вы сейчас видите на слайде сколько это вот буквально я выдернул две так скажем калькуляции с интернета я сам ничего не думал то есть как видите вот 80 рублей за квадратный метр то есть если у вас 100 квадратных метров система отопления отопливаемой площади то проект вам обойдется 8000 либо вот есть еще один момент должен до 100 квадратных метров это 6000 поэтому а сделать самостоятельно проект ну это даже новичку если он поймет как все это делает это два три дня работы не больше если вы готовы выложить и такие деньги за проект который вам сделают то пожалуйста